Я вас слушаю. Вы обращались? Я вас слушаю. Так, еще раз давайте сначала. Как вас зовут? Я уже несколько раз мужчина представился. У нас на видео The Risk. Я в наушниках был. Я вас попросил, чтобы вы... Я вам несколько раз представил. Заставление покажите. У нас диалог как-то. Вы ко мне обратились. Согласно закону о полиции, при обращении гражданина, я должен назвать. Вызывай полицию. С кем я общаюсь? Я вам представился, мужчина. Я не слышал, я был в наушниках, у меня была музыка. Правщик полиции миров, все. Нет, для меня не все. У удостоверения можно? Я вам представился. Ваши документы. Что мешает удостоверению показать? Согласно закону о полиции, при обращении гражданина ко мне, вы же обращаетесь. Денис, я считаю, нет необходимости с этим, не буду его оскорблять, разговаривать с человеком, потому что он ведет себя неадекватно. Не компетит. Давай вызовем другого полиции. Вы можете с нами пообщаться? В полиции Рубцов, да. Смотрите, Владимир Мамаев, значит, ситуация такая. Выявили товар, который не подлежит реализации в магазине. То есть, разные замечания. Мы сейчас вам конкретно поясним по каждому товару. Значит, что нам нужно? Нам нужно этот товар либо отдать на ответственное хранение, либо изъять как предмет правонарушение. Потому что мы, к сожалению, не можем, знаете, чтобы нас ни в чем не обвиняли, порча имущества и тому подобного, не можем покинуть магазин, если это не будет надлежащим образом зафиксировано, оформлено, да. Я понимаю, что у Роспотребнадзора сейчас есть мораторий, так называемый. Они не выносят, не привлекают их к ответственности. Максимум, что они делают, они делают предписание. Но в любом случае, материал должен уйти к ним, чтобы они вынесли магазину предписание, чтобы они впредь этого не допускали. Ну, тут сейчас мы конкретно по товару покажем. Я предлагаю, там в конце зала есть столики, можем туда прийти и прям по порядку мы вам все расскажем, покажем, что просрочно, что нарушение технического регламента и так далее. Все, спасибо, пойдемте. Владимир Владимирович, я так подозреваю, нам необходимо сюда вызвать участкового, правильно? Чтобы он все у вас зафиксировал. Пойдемте там уже. Так как на вас поступило заявление по данному факту, я считаю, что необходимо сюда вызвать. Озявление о чем? Потому что вы самым правством занялись и сгребли все это в вашу тележку. А вы же не собираетесь приобретать? А что взяли, что мы не собираемся? Сейчас мы войдем на кассу, купим. В чем проблемы? Более того, вот даже будет очень хорошо, если вы сейчас будем покупать и вы будете рядышком присутствовать. Денис, пойдем на кассу. Пойдем, пойдемте. Заранее. Что заранее? Ранее товар. Не за этот, который сейчас у вас тележки. Поступило заявление? Заранее какой товар? Ничего, я еще раз не могу понять. Давайте еще раз. У вас поступило заявление, что вы ранее испортили товар. Какой товар мы испортили? Который указан заявление. Вот как я могу с вами общаться, если я не знаю, как вас зовут и вы мне предъявляете какие-то претензии? Удостоверение покажи. Удостоверение покажи. Покажите. Ты сейчас ко мне обращайся. Владимир Владимирович, ты ко мне обращайся. Пожалуйста, не повышайте голос. Я не повышаю голос. Я разговариваю так, как ты позволяешь с собой разговаривать, потому что ты не представился. Лично ты мне не представился. Удостоверение мне не показал. Ты ко мне обратился? Обратился. Я к вам не обращался, Владимир Владимирович. Ты только что мне предъявил претензию, что на меня подано заявление. Ты ко мне обратился покажи свое удостоверение я с вашим коллегам общался очень культурное весло потому что он себя ведет достойно я продолжу с ним общаться ты будешь представляться или нет я вам представился ты чё не догоняешь и качок в башке опилки вопрос тебе конкретно владимир владимирович не провоцируйте а что такое ты бедность провоцировался ты законополиции не изучал до закона полиции знаешь ты ко мне обратился сделал заявление что вашему товарищу обратился ты мне только что под видео запись предъявил претензий что у меня подано заявление в паре забирайся вызывать по полицию виде участкового кто ты такой кто ты такой надел форму кто ты представься не позорь себя и погоны погоны свои не позволю достойные покажи это мое право посмотреть удостоверение потому что я тебя не слышу кого-то там представлялся владимир для себя представляет тебе решать как не успокаивать ты должен еще успокаивать лечу за старе игры покажи не догоняешь у тебя русский язык не понимаешь отказывай ну смотрел ко мне не обращался к нему тоже не обращался пойдем дальше пойдемте с вами же полицию они вот этих товарищей форуме человек приехал гражданин сейчас пообщаемся они не знаем то извините я забыл кого зовут рубцов русов пойдемте на как я предлагал на столе мы сейчас покажем мы сейчас купим не переживайте нам это говно проблем не стоит купить лишнее исковое заявление будет за продажу просрочки если они нам продадут вам бы только спасибо скажем они зная что просрочка не на продадут пойдем можно вот так как вы вызвали это я с вами буду общаться пойдемте вы а он на меня обидел обиженка что ли да ты обиделся на него очень его вызывали ты ко мне обратился ты ко мне обратился на него тоже регистрируешь ты понимаешь у тебя увидит как ты себя ведешь и почитать без видео записи в чем проблемка ты скрываешь и лишь в розыске находишься без видеозаписи в один розыске находишь мир но тебя чем паспортом или что-то твое удостоверение служебное имею право это фиксировать как угодно любыми законными способами том числе видеосъемка я вас слушаю вы будете писать давай с рубцовым пообщаемся нормальный сотрудник вы отказываетесь это вы нас вызывали вы отказываетесь на мелочь а мы общаемся мы с вашим коллегой я с вами не общаюсь вы с вами не на трусовая и не выбрать судить вынесет даю совет с ним не разговариваю потому что человек водитель вообще никакого города русов пойдемте мы вам все подробно все расскажем напишем заявление все он просто посетит рядышком помолчить водитель не может только молчать должен овощи не знаю что возмущается и вам решать я обращался и он отлично каждый год я вот буквально не разлилась под фиксатор 2 я звоню сотрудникам ну просто на тупо интересовался на приют рыбу полиции что-то сломали ну да сегодня уже в алкетику на мешали ну что мы когда-то 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 это когда месяц на работ на три года на денису я могу давай давай начнем я вот сразу вам могу сказать что я являюсь представителем моего доверия знаю вас знаете владимир владимир а я вас не знаю вас очень много я с вами был октябрьском и судьи встречались я же говорю вас очень много и еще тогда были в масках понимаете вы для меня вот надо не в масках в тот момент вот буквально месяц назад потом с вами встречались по какому поводу вот когда вы мне давали материнс ознакомливаться с материалами вашего дела какого дела ну когда в октябре на проспекте ленина вы нас вызывали когда под видеозапись хотели ознакомиться материалами вашего дела мы вот приезжает думать я вас помню что ну что уронер владимирович я понимаю вас что вы за правое дело так сказать да это плохо что возможно это посмотрите вот мы можем за любое дело дело не в том дело в том как мы себя ведете нем и нормально все ведем смотрите в чем сложность представится нормального представился смотрите смотрите вы на службе как формально или все таки для крина для людей для народа никак ваш коллегу да так как он вызвал вы подошли ко мне вы на дану момент в рался узнать вы на тот момент видели что я в наушниках слушаю музыку я вас попросил смотрите у ведется аудиофиксация я этот фрагмент выложу выложу что я вас прошу я не включил камеру я сотрудниками полиции общаюсь только под видеокамеру я помимо этого нас идет непрерывная аудиозапись и вы когда подошли я вас попросил подождите я сейчас сниму наушники выключу вот этот телефон которыми там звук идет вот в этом что-то может быть говорили я не говорю что вы говорили не говорили так можно повторить просто как мы и смотрите вот мы сейчас с вами общаемся в очередной мирнов все запомнил изначально когда мы сюда прибыли по вашему вызову нам дежурный наш оператор 02 передал что именно вот ваш товарищ именно он нас вызвал я соответственно к нему и стала обращаться ну вы меня перепутались и из-за этого возможно произошел за хорошо я тоже вызывал я могу вам показать что я вызывал сотрудников полиции передали что вот ваш того это другие тонкости я не вижу здесь ничего плохого ну вы скрываете свою фамилию я не знаменитая фамилия смирнов там немиров там там таких иванов петров сидоров и раньше давайте о проблеме идем мы давно уже должны были перейти мы с вами выясняем вопрос наших личностей вот по поводу будут данные просроченные тогда просроченные и качественные с обманом потребителя просрочены уже через 12 часов упакованы то есть салат приготовлен вчера 10 утра срок годности 12 часов а он сегодня в 9 утра как все это надо зарегистрировать мы связались с октябрьским отделом сюда будет сейчас направлено участковый который будет данным материалом заниматься вам достаточно у вас есть полномочия ставить это на ответственное хранение просто вот это все обмотать и вот этим делом оставить а потом хочет . не завая поясню так как мы являемся не знаю как вас зовут поэтому я буду поводил владимир штеки вашим хорошо потом вы меня выставки хорошо так как мы являемся патрульной постовой службы нас наша основная задача пресечения преступлений анистративных правонарушений на территория коттябрьского административного на улице мы патрульно-постовая так как у нас соответственно вы думаете что не особое большое количество сотрудников и мы не можем тут с вами потому что это очень долгий процесс и мы не можем этим заняться мы вызвали специального сотрудника который может больше времени уделить по вашему этому вопросу все теперь можно я задам вопросы вы меня не будете перебивать и ответить и все-таки на тот вопрос который сдам сформулирую очень коротко скажите пожалуйста после того как мы сейчас вас вызвали мы можем покинуть магазин так как на вас написано заявление еще раз формулирую вопрос мы можем покинуть данный магазин на вас поступил заявление ну и что попозже товар необходимо тогда будет проследовать еще раз мирнов мы можем покинуть помещает а данное заведение или нет да либо нет если нет то скажите какой нормы права вы ограничиваете нас в свободе передвижения на вас поступило заявление от сотрудников охраны да но я еще раз повторюсь мы можем покинуть данный магазин да или нет только совместно с нами для проследования в октябрьский отдел пара для разбирательства поделись я согласен поехать поехали сейчас мы сначала по вашей заявке отработаем так как она раньше мы с денисом анатольевичем хотим покинуть данный магазин вы говорите если вы в нас вызвали чтобы зафиксировать все так вы не фиксирует вы хотите отсюда извиняется заложили свалить и нам и нас то что ждите участкового который к нам не придет не придет не придет сюда участковый на эту тему уже кучу бред видео есть понимаете не придет чего пожалуйста фиксируешь и либо нет либо едем в отдел полиции так будет тиксировать в уник вызвал участковый суром и также стойте здесь и пока не лица нам не в полиции и никуда не убегая книга мне кажется убегаете вы тут такие заняты вас там преступление нужно пресекать просрочкой какой-то тут заниматься да не это не по вашему рангу или что ну так и сидите ждите значит я не буду что мы убегаем ну и вы на вопрос на мой не ответили могу я покинуть магазин или нет а я могу сходить туалет условно говоря и тому подобное ну пойдите проведите меня в туалет где тут туалет но проводите тогда муж еще поддержите не знаю как вы это будете делать я не понимаю этого если честно скажите норму права по которой я не могу покинуть магазин данный момент на вас поступил заявление запорщить товары покажите это заявление ознакомьте с материалами дела кто от кого когда что это слова голословные понимаете и на мой взгляд вы превышаете свои полномочия потому что вы не имеете права задерживать меня по административному правонарушению предполагаемому ну что вы говорите что какое-то заявление поступило лишь мне не поступление несмотря Ich the soort места которые написали это заявление и своей росписью как говорится подтверждаешь знаком Gradiz у должных показаний с ответом административную выберу нет ответственности задач у ложных показаний из достижения если пишут это более того но еще возбуждено наличие заявления это еще не является возбуждением администрации на воде и опросить можно все что угодно тебя тоже могу хочу попросить ты не будешь этого делать и я не буду этого делать но я вынужден тебе подчиняться потому что ты в погонах поэтому я зову под видеозапись вопросы на каком основании это ограничить меня в правах а ты не любили мечет и бедный момент вас ничего не бегает но я говорю я хочу домой пойти я устал спокойно пожалуйста успокойтесь так ответьте на вопросы могу покинуть или нет на вас поступила за я слышал могу покинуть или нет данный момент нет основания на вас поступила за я слышал на основании почему я не могу покинуть и данное заведение вас поступило заявление вы клуб не изучали у меня на вас поступило заявление к стенке на пол отжаться У меня заявление поступило на вас. Что, догоняешь? Владимир Владимирович, чтобы не провоцировать дальнейшие конфликты, предлагаю нам и вам и нам дождаться участкового. Я вам предложил приехать в отдел полиции Октябрьский. В чем проблема? Вот, забирайте все, там будем описывать. При нормальном сотруднике полиции, компетентном, участковом. Сотрудник компетентный. Да я не обязан здесь никого ждать. Я сделал заявление в полицию, все зафиксировано. Вы приехали, принимайте меры. Меры принимайте. Какие? Меня в правах ограничили. Это ваши меры. На основании какой-то ложной клеветы в мой адрес. Что я там что-то испортил? Когда испортил? Вы даже не можете факты произнести. Я говорю, что я готов это все оплатить. Что проблема? Сейчас будет участковый, будет разбираться. Да не надо со мной разбираться. Если у вас здесь разбираться по весточке, я приду и буду разбираться с защитниками и тому подобное. Что непонятно? Владимир Владимирович, я знаю, как меня зовут. Данный момент вы ограничите меня в правах или нет? Мы ожидаем участкового. Да ты можешь ожидать, что хочешь. Я конкретно могу покинуть в заведение или нет? Если не могу, то объясни мне. Сосынка норму права. 27.3, 27.2. Вы будете писать заявление? Мы напишем заявление. Мы сейчас можем это сделать в отделе полиции Октябрьска. Вы готовы принять от нас заявление здесь? Вот у нас есть бланки. Все, Денис, давай запишем заявление. Пусть оправдывает. А то, видите ли, у них какое-то заявление есть, которое мы в глаза не видим. А у нас вы что, не хотите заявление принимать? Мы изначально, когда к вам подошли и сразу это... Да у нас конфликт сразу начался. Потому что вы постичь сняли. Я... Да это вы спровоцировали. Своим вот этим бездействием, нарушением закона о полиции. Когда вы отказывались представиться. Я не отказывался представиться, так как я к вам не обращался, согласно закону о полиции. А вы со мной уже диалог ведете, наверное, целый час. А вы со мной сегодня не обращались ко мне, нет? Ваш товарищ, так как он вызывал, я ему предъявил. Ладно. А вы, Владимир Владимирович, продолжайте это. Короче, Смирнов, Смирнов, вот я тебе так скажу. Я выражу свое мнение, я считаю, ты крайне некомпетентный работник, понимаешь? И то, что ты здесь как-то еще служишь, да? Хотя ты, понятно, не служишь, ты работаешь, ты за зарплату ходишь в отдел полиции. И вот я не знаю, чем занимаешься. Вот мое личное мнение, что тебе нужно поганой метлой гнать от сотрудников полиции. Это мое личное мнение, понимаешь? И оно основано на том, как ты себя ведешь. Потому что вот ваш коллега нормально себя ведет, нормально ведет, понимаете? Просто он представился. Я уже подошел, представился. Владимир Владимирович, это понятно, что потом будут сделаны вырезки, нарезки. Вы мой постоянный клиент, да? Нет. Нет, обораки нарезки вы говорите. Вы хотите меня в чем-то обвинить? А то у нас тут много таких желающих. Я в чем не обвиняю. Приходите ко мне, будем вместе монтировать. Я вам могу оригиналы предоставить. Я вам не советую. Каждый раз, послушай меня, послушай меня, каждый раз, когда я здесь что-то снимаю в других магазинах, я каждый раз в заявлении пишу, что по первому запросу предоставлю исходники, аудио, видео, всю фиксацию. Никто ни разу не запросил. А то, что я делаю там какие-то видеоролики для социальных сетей, как блогер, как общественный деятель, как угодно можете меня называть. Это ты мне еще будешь указывать, как мне делать, какую нарезку делать. Я вам не указываю. Вот я тебя специально буду нарезать так, как ты себя ведешь, понимаешь? Вот это вот твою наглость, вот эту ухмылочку и тому подобное, понимаешь? Чтобы люди видели. Владимир Владимирович, успокойтесь, пожалуйста. Да я спокоен. Вы же попросили написать заявление, вот вам бланк заявления. Да я спокоен до того момента, когда я могу себе позволить что-то сказать, понимаешь? Вот я себе позволяю себя так вести, потому что ты себя ведешь некорректно, неспокойно, понимаешь? Ты ведешь себя неуважительно, граждан. Ты можешь относиться ко мне как угодно, но ты должен исполнять закон о полиции. Владимир Владимирович, я к любому гражданину российской федерации отношусь, мне нету разницы. Не скорбно, что если я вижу, как ты ко мне относишься, а я знаю, что я за себя могу постоять. Представляю, как ты относишься к другим гражданам. Я отношусь как всем одинаково. Ты одинаково плохо к ним относишься, потому что ты, как я тебе сказал, не достоин вот этих погон, вот этих двух звездочек. Я не знаю, что это такое, я не военный человек. Но на мой взгляд, ты не достоин этого. Вот у меня уважения к твоему коллеге гораздо больше. И поэтому я не попрошу больше не вмешиваться в разговор, я с ним закончу разговор. Если он мне даст добро, покинуть в магазин, я покину, понимаешь? Если есть необходимость, я приду в отдел полиции Октябрьский, я живу через дорогу. Они прекрасно, вы все прекрасно это знаете. Я от вас никогда не бегал и бегать не буду. Понимаешь? Ну все, все, если ты в курсе, такой курсовый прям, вообще прям, классный такой-такой. Все, свободен. Владимир Владимирович, вы будете писать заявление? Свободен. Так, первое заявление у меня будет на сотрудника полиции, на Свернова. Денис, садись, присаживайся. Давай начнем с того, что я сейчас сначала буду писать заявление на сотрудника полиции. Потому что вот эта просрочка, вот эта мелочь, она ни о чем. Вот это, вот, вот это чудо. Вот это чудо мне больше интересует. Чудо. Понимаешь, испортили товар, он не может ответить, когда я спросил. Год назад, два года назад, месяц назад, ну и сегодня, да? И сегодня испортили товар. Полицейский Смирнов, водитель. Денис, присаживайся. Он не хочет со мной даже общаться. Водитель Смирнов. Вы же провоцируете конфликт. Я спросил. Да ты провоцируешь, ты провоцируешь, не понимаешь? Владимир Владимирович, я никогда не провоцирую конфликт. Ты должен просто молчать, принять от нас заявление, задать вопросы. Так у вас спрашивали не один раз, будет ли вы писать заявление? Да я не могу сесть, писать заявление, ты постоянно меня отвлекаешь от этого непонятного бала-бла-бла-бла. Сядь, расслабься. Подожди, сейчас напишу на тебя заявление. Я вот у вас хотел спросить. Можно спросить? Какой-нибудь полицейский? Как же господами надо назвать? Я буду сначала на одного сотрудника, а потом по факту вот этого всего. Когда мы испортили товар? Сегодня? Мы его оплатили. Посмотрите, да? Вы нас вызвали. Да. По факту это. Мы вот в данный момент пытаемся с вами это. Это заявление будем разбираться уже после того, как мы от вас примем заявление. Так как ваша заявка пришла раньше. Вы же говорите, мы не можем уйти, потому что поступило какое-то заявление. Я сейчас напишу заявление, допустим, мне угрожали убийцы. Будем разбираться. И как вам? Нет записи никакой. Вы будете задерживать водил, повезете? Будем разбираться. Везете? Я напишу. Для этого вызвались компетентов, сотрудников, участковых, которые могут здесь долго находиться и работать по этому материалу. В очередной раз я... Почему мы должны долго здесь находиться, ждать участкового, сидеть с участковым? Почему? Мы сняли это говно с продажи, просроченные 12 часов салаты, которые здесь стоят на реализации. Ваши ребенок сюда с женой зайдут, купят. Вам не жили на них-то насрать-то столько? А он насрать на своих родственников. Я в этот магазин не хожу. Да какая разница вы не ходите? Может у другого, вот женщина ходит, другие ходят. Что они запрещают? Так мы сняли это говно, сняли, чтобы никто не отравился. А я что, говорю, что это плохо? Да, вы говорите, что это плохо. Ну как будешь защищать их? На нас успел. Я не защищаю никого. К тем, отсюда уйти не можем. Я никому не защищаю. Смирнов, смирнов, какие у вас? Андрей Вячеславович. И мы должны теперь вот это говно. Я потратил времени свое, хотя мог зарабатывать в это время. Вот это говно я собрал, которое нельзя реализовывать. И должен ждать еще вашего участкового. Вы имеете право оставить на ответственной охране. Просто обмотать это все, не описывая. У вас есть такие полномочия. И почему-то ленинский ППС об этом знает. Я все удивляюсь, как вы приехали. Нам сказали, что мы все, по нам вопрос решен. Там ППС не приезжает. Или по тому заявлению приехали. Да. Наверное, поэтому. Кем? И участковый к нам не приезжает. Так что вот сидите с нами и ждите участкового. И тогда вот, если вы будете здесь находиться, то он приедет. А если вы уедете, его не будет. Никто не говорит, что мы уезжаем. Вы приехали по вашему призову. Соответственно. Правильно, приехали по нашему призову. Ну, нас же обвиняете в порче имени. Я вас не обвиняю. Смотрите. Они не 70-е, да, про Реван? Я испортил вас. Вот сейчас я испортил. Я не знаю, какой там форгуегодность. Вот. Молодец. Я вообще не знаю, откуда у вас эта тележка взялась. Вот. С собой принесли. Не знаете, какой с собой принесли. В карманной распихали, вот выложили. Владимир Владимирович, я говорю, что для этого для более грамотного. Для этого нужно нас выслушать для начала. Мы не слушали вас. Я сразу... Так, значит, передаю через вашего коллегу заявление о совершении преступления. Значит, я вам сейчас зачитаю, вы должны это знать. Значит, сразу говорю, что с учетом поданного заявления вы не имеете права участвовать дальше. Значит, начальник УП номер один УМВД России по городу Мурманску полковнику полиции Т.А. Гуси, вот, Мамая Владимировича, проживающий там-то, контактные такие-то, заявление прошу привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции Смирнова АВ за превышение полномочий по статье 286 УК по факту ограничения моих прав, в том числе и на свободу передвижения. 10.03.2023 года. Значит, передаю реакцию, да? Рубцов, вашему коллеге передаю. Теперь можно бланк уже посуществовал. Спасибо. Я думаю, что если Следственный комитет не примет никаких-то мер, ну, хотя бы административочку вам какую-нибудь сделаю, дисплинарочку, понимаете? Владимир Владимирович, ваши права я не ограничивал. Как? У меня под видеозапись зафиксировано. Под видеозапись зафиксировано, вы сказали, все, я не... Я уже задержан, получается, понимаете? Ну, эффективно, вы мне запретили покинуть магазин. Кто вам запрещал покинуть магазин? Я что, у вас сейчас... У вас нормальная такая, собственные способности, а? Я вам что, показать? Что сложно разобраться? Показать видеозапись? Владимир Владимирович. Я ее обязательно покажу. Владимир Владимирович, давайте я вам задам в сотый раз. Я могу покинуть данный магазин, да или нет? Вы написали, Владимир Владимирович, вы написали заявление. Вы будете сейчас писать заявление. Да я не знаю, не важно, что я буду писать. Я могу в отделе полиции писать. Я могу покинуть магазин, да или нет. Десятый раз, там, сотый раз спрашиваю. Владимир Владимирович, вы меня не дослушали. я не хочу тебя слушать ответки на вопрос по факту моего заявления заявление в какая разница не будет на сайте могу покинуть магазин да или нет все а теперь я тебя отвечал я буду писать здесь вот они значит что я не могу покинуть магазин никто не говорил когда я смирнов кит сомирник ну хватит шаговый и с вами закончит размеров понимаешь понимаешь я вот это нарезку сделаешь соединит это вот где ты не запрещаешь не тут нет не запрещаешь ну ты понимаешь как ты не красиво будешь выглядеть понимаешь нет владимир владимир давай давай вот кончик окончание за финаль магазин я могу покинуть без каких если бы там до сотрудника полиции там готова участка убьет до после я могу вот в данный момент стать и уйти из магазина могу ли я не знаю как он реагировать вот он вообще вот отдупляет нет я начала не видел но очень не она задается очень простой вопрос я могу покинуть магазин или нет и вот он как уж на сковородке юрси и юрси и я уже заявление на заявление по данного да я не видел никого заявления вот лично я никакого заявления есть неправомерные есть сотрудников магазина которые такими способами хотят ну скажем так препятствовать нашей общественной деятельностью по выявлению просрочки ну то есть подают ложные обвинения в плевете там вымогательстве ну чё угодно мы сюда заходим у нас все придется под видеозапись и под аудиофиксации потому что мы знаем что нас обвиняют просто в наглую и никто не будет нести ответственность то сделать заветом ложный доносов совершение преступления делают заявление о том что мы там что-то там испортили вы готовы оплатить это все вот это все мы готовы оплатить вы попортили как мы можем попорить то что мы готовы оплатить ну логично то что они просто даже не не будут нам на кассе продавать потому что они понимают что-то все просроченное и потом у нас будет из на большую сумму мы сейчас вот буквально сегодня сюда приехать вот с вами там сейчас убили слоги там и сюда приехали вы выиграли суд и мы приехали сюда я думаю они все уже знают это решение вот а именно владимир владимирович вы меня вот вы я понимаю у вас манера общения такая это хорошо что вы понимаете да можно я вам объясняю почему в данный момент здесь находимся я не вижу смысла никому тащит в отдел потому что это можно решить а я вижу смысл дайте как хочу объяснить я сегодня 8 утра сначала сходил детский садик да и даже ничего не кушал я устал я был сегодня на суде у меня нервные переживания я хочу просто отдохнуть я хочу прийти завтра спокойно написать заявление в отделе полиции ну вот это надо зафиксировать как-то понимаете просто переписать поэтому я вот этого мое присутствие не обязательно но не обязательно понимаете мы вам передали мы на видео все зафиксировали материал аудио видео мы вам предоставим по запросу все пожалуйста проверять вас есть видеоназор фиксируйте посмотрите вот ваш коллега да он говорит что он думал что это вопросы это что не ппс прием а участковый для ппс вызывали на любой работник важен но вы только что говорили что уже вроде как этот вопрос думали что решили что приедет смирнов думу вы так что у вас проблемы смирнов наверное не владеет информацией хотя он смотрит мои ролики значит смирнов я вам объясняю что сотрудники полиции на ваш на наши выезды не приезжают более того а на одного из сотрудников полиции прошла информация о том что вам запретили приезжать на наши на наши выезды то есть вы нам по телефону да мы едем едем но никто не приезжает участковый будет нас кормить завтраками. А он не придет. Вы нас провоцируете, по сути, я закончил все-таки мысль. Вы нас провоцируете на то, чтобы мы покинули магазин, не надлежащим образом зафиксировав данное правонарушение. Понимаете? Не наше правонарушение, а правонарушение магазина. То есть вы провоцируете. Но вы сами понимаете, мы не можем здесь находиться вечно. Потому что – у нас есть видеоролики. Сейчас посмотрите. Одни из последних роликов. Мы ждем. Ждем сотрудников полиции. Они не приезжают, мы уже уходим в магазин, мы вас оставим там, директор говорит, да, все, уходите как говорится, да, мы в машине подождем, больная спина, все остальное ждем, не приезжают сотрудники полиции ну просто разворачиваемся и уезжаем да, на следующий день приходим, просочку это все обратно выкладывают, публикуем ролики и так далее Владимир Владимирович, пожалуйста вот вам заявление, пожалуйста то, что вот по вызову смотрите, мне нужно покинуть магазин так, чтобы ко мне не было никаких претензий, чтобы меня потом как в магазине ОК не обвиняли в грабеже, как в магазине не обвиняли в вымогательстве и так далее Владимир Владимирович, вот по данному факту, пожалуйста сделайте заявление по данному факту мой доверитель сделает соответствующее заявление по данному факту в данный момент вы делаете заявление о густной форме правильно? я его уже сделал по телефону 102 свое заявление сделал а Денис Анатольевич сделал свое заявление уже получается два заявления но от меня другое было заявление от меня я вам говорю, какое было от меня заявление от меня было заявление я выразил озабоченность в том, что сотрудники полиции к нам могут не приехать и объяснил ситуацию что нам нужно покинуть магазин это все зафиксировано и мне сказали, что нет, нет все к нам уже едут я говорю, хорошо, мы дождемся я вас перебью немножко ваш телефонный разговор я не могу слышать с оператором 02 но вам не надо слышать верьте на словах доверяйте мне я не говорю, что я вам не доверяю но все равно я его не слышал мы вот к вам прибыли по данному факту то, что вы выявили здесь просроченный товар и как бы ваше право написать заявление значит, на данный момент я являюсь лицом который защищает интересы масла Дениса Анатольевича доверенность находится в машине для того, чтобы мне эту доверенность сюда принести мне нужно выйти из магазина ваши права никто не ограничивает чтобы этого не произошло ограничение моих правов я у вас задавал определенные вопросы это первый момент второй момент значит, все заявления Денис Анатольевич сейчас напишет как заявитель заявитель, который сделал соответствующее обращение в полицию то, что касается моего заявления я его уже сделал вы его держите в руках надеюсь не ваше заявление нет, я сделал заявление о совершении преступления по статье 286 ваши права никто не ограничивает я вам предложил для грамотного разбирательства по данному факту то, что вы и как бы по этому вопросу по вашему чтобы разобрались и по поводу встречного заявления все пришло а вы можете пригласить того человека который на нас написал заявление чтобы у нас как-то согласно закону о полиции необходимо взаимостраховка я обещаю никого бить не буду не имею такого права а вы обязаны знаете почему? потому что я вам говорю что на меня сделан заведомо ложный донос я сейчас напишу еще одно заявление но я не могу писать это заявление потому что на данный момент я не знаю это ваши голословные слова Владимир Владимирович участковый прибыл через 20-25 минут мы с вами тут ожидаем что еще разок участковый прибыл через 20-25 минут мы с вами до этого момента здесь ожидаем ну 20-25 минут я подожду как бы я вот к этому соответственно я и хотел вас как говорится ваше внимание привлечь я иду на уступки вы понимаете? я иду на уступки я вам пытаюсь донести что вы не имеете права превышать свои полномочия я могу покинуть магазин я могу покинуть и вы ни разу не ответили я вам сказал что вы можете вы если меня спросили уже могу я вам после этого сказал давайте еще раз за финалем Давайте еще раз заседаем. Я могу сейчас встать и выйти из магазина. Могу. Денис. А Денис Анатольевич может это сделать? Вот так как он нас вызывал. Ну, передумал. Передумал. Так он будет писать? Вы будете писать заявление? Я подошел в 102. А ты не помнишь, я не буду курс окружаться. Хорошо, тогда ожидаем участкового 20 минут, он будет здесь. Слушай, ну, это чудо. У меня этот ролик, наверное, просто будет. Давайте сделаем, знаете что? Вот кто-то из вас побудет здесь, а мы пойдем что-нибудь тут. Да, мы хотим отдохнуть. Вы же товар испортили. Вы скажите, вы боитесь, что мы скроемся или чего? Нет. Ну, вы предлагали со мной в туалет сходить, я не знаю там. Что-то может быть предлагали. Я вас спросил, вы со мной в туалет пойдете или нет? Давайте сделаем так, телефончик будет, запишите. Мы сейчас походим, чтобы здесь уже в вашей физиономии просто не наблюдать. Понимаете? Участковый придет, и мы подойдем. Вот, можете охранять, никуда не денемся. Ну что, идем покупать? Испортенный Мамай вот товар. Да. Пойдем. Они же написали заявление, что ты испортил, пытался съесть его. Ну, органолептическим способом попробовал просрочку. Да. На самом деле говно. Владимир Владимирович, у нас честно, бланк заявления. Вы будете писать заявление? Мы-то хотим купить. Я буду писать, конечно, но не под вашу указку. Я не говорю, что покажем. Пойдемте, купим. Значит, вы мне скажите, вы не охраните имущество? Мы здесь пока. Все, прекрасно. Мой телефон 921-661. Запомнили? Мы ожидаем вас. Вы не пойдете с нами? Пойдем. Пойдем. Платим. У меня непрерывная съемка. Я сегодня вообще выложил в интернет. Есть каких-либо изменений. Данной женщине не повезло тогда, получается. Вот это и нет. Можно? Это вы все в одном за очередь. К этому как-то неудачно подошли. Ну, в основе есть мало. Трех годом, тихо, тихо, тихо. Да. Давай, сейчас на мое видео тоже зафиксируем. Ну, давай, вот. Да, у меня сейчас не очень. Вообще, это камень-то не очень. Да, жадно. Пускай пробивают. Они же горящие лифты. Испорченные товары. Немного. Небольшое будет. Ну, придется намного еще нарезать. Я не буду еще. Я не выложил. Что-то там. Он еще резок. Просто сотрудник полиции меня поражает. Насколько он глупый. Бросит безграмотность. Настолько безграмотность. Это ползает. Шок. Вы можете уйти, но вы не можете уйти, потому что надо зафиксировать. Он сам не знает, что не может. На что не может. Вы должны написать имени, перешевать имени. Я уже написал имени. Ой, какая. Здравствуйте. Смотрите, вот прямо при вас сейчас мы будем покупать просрочку. Вот. Даже озвучиваю. Черт с ним. Прямо в открытую будем покупать просрочку. Вот, смотрите, мы и хотим это зафиксировать. Будете продавать нам просрочку, да или нет? Не будем. Все. Зафиксировано просрочку, нам не продают. Все. Причем это не просто, как вы хотите. Они написали заявление, что он испортил этот товар, а мы хотим его купить. Они нам сказали. В связи с этим, что мы испортили просрочку, ваши коллеги ограничены на свободе передвижения. Я не могу выйти из магазина и тому подобное. Я написал заявление о совершении сотрудника полиции преступления по 286 статье. Нет, Смирнов такой есть у вас сотрудник. А ты попаешься? А, ну попаешься. Ну да, они к вам не относятся. Алина Игоревна, да? Да, да, Смирнов. Какие красивые. Девушки красивые. Екатерина, когда к нам приезжала, тоже красивые девушки. Как в полиции. У нас мужья не должны спускать вообще на такую работу. Вы написали? Да. Ну, на заявление. А, ничего? Он написал? Нет, просто гражданин. А, мало ли. Ну, Смирнов, ставлю вас везде. Владимир Владимирович, можно я пообщаюсь с... Да, я просто вам для факта зафиналию. Вот смотрите. Отказали. Вот данный гражданин, оператор 0-2, он передал заявку. Данный гражданин, соответственно, от него поступил вызов, то, что он выявил просроченную продукцию. Так как у меня нету возможности проверить, реально она просроченная или не просроченная, соответственно, мы попросили вызвать участкового на данный вопрос. Так как вторичное, после этого было заявление от руководства службы охраны и от магазина порчило данной продукции. Вот заявление, объяснение, сейчас еще будет заявление. Ну, объясните. Вот мы комментируем, что отказались принять деньги у нас. Понимаете? Отказались. Потому что если мы испортим, мы готовы к у нас отказываются. А что, Смирнов, отказались, понимаете? Что еще? Она не имеет под собой никакой пользы. Давай, я тут это, сходи там еще. Смирнов, вы услышали, нет? Что не может быть юридической порчи, если мы товар еще не вынесли за пределы магазина, да? А если у вас вопрос, почему вы же участковый? Владимир Владимирович. Да вам не нужен здесь участковый. Вы должны просто понимать нормы гражданского права. Что порчи имущества быть не может. Сейчас они должны это утилизировать, понимаете? Вот это вы хорошо запомнили, что меня зовут Владимир Владимирович. Вот это вы хорошо запомнили. Потому что я не один раз с вами этого встречался. Меня только не помню. Как зовут моего доверителя? Я с ним не встречался. А почему вы меня запомнили? Потому что я с вами в октябрьском суде встречался. Ну, один-два раза и чего. Мы нормально общались там. А вот сегодня, видите, не пошло у нас что-то. Не пошло. Давайте сделаем так. В следующий раз, когда вы меня увидите, вы все-таки будете представляться. Я вас уже я запомню, что вы Смирнов. Вот я. Владимир Владимирович, я это вот просто, я не первый раз, и каждый, ну, получается, в целом представляюсь, и каждый раз... Я же объясняю, что я могу запомнить, извиняюсь, я перебиваю вас, я могу запомнить человека только вот когда возникает какая-то конфликтная ситуация. Вот у меня есть этот Мордасов, вот у меня было пару конфликтных ситуаций, вот я его запоминаю, там где-то над ним подшучивают, там в своих видеороликах и тому подобное. Владимир Владимирович, смотрите, ваше заявление по поводу нарушения ваших прав, да, оно принято, будет зарегистрировано в установленном порядке, соответственно, если комитетные органы усмотрят нарушение, соответственно, ваши права я не ограничиваю. В связи с тем, что данный вопрос необходим для участия, ну, соответственно, участковой, там участковой на месте, ваши права никто не ограничивает. Смотрите, давайте я вам так скажу. Вы почитаете все-таки Коап, Коап, это ваша книга, которую вы должны знать наизусть. Вот обязательно изучите, я как бы не хочу вам приезжать какие-то претензии, просто к вам огромная просьба, изучите тот документ, на основании которого вы работаете, закон о полиции и Коап. И вот там есть статьи, послушайте, да, вот в статье 27.3, она так и называется, задержание. И 27.2, доставление. Вот там четко сказано, в каких случаях. А вот что такое задержание, там тоже прописано. Вот когда вы ограничиваете свободу передвижения, да, это называется... Коап, никто не ограничивал. Но вы мне запретили выходить из магазина. Ну нет, я вам просто пояснил, что на вас поступило заявление. Ладно, все. Что мы будем ожидать, что... Свернов, я понимаю, что может быть там какие-то последствия от нашего масочного режима, там, или еще чего-то. Но, на мой взгляд, вы либо притворяетесь глупым, ну, либо таковым являетесь. Это мое мнение. Давайте сделаем так, на этом мы закончим. Мы закончим на этом разговор. Вы посмотрите видеоролик с вашим участием и сделайте выводы. Да, я сделаю нарезку определенную. Ну, я думаю, что, может быть, я так до вас достучусь, что вы себя вели неправильно. Как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения корректности обращения с гражданами. Владимир Владимирович, изначально, когда мы сюда прибыли, я вот с вашим коллегой начал общаться, так как он вызывал. Вы начали сразу на повышенных тонах требовать. Я плохой. Я плохой, я провокатор, я самый... Я не говорю, что вы плохой, вы провокатор. Ну, ну все, ну а что вы говорите? Ну, что вы говорите? Ну, в любом случае, держите марку, понимаете? Держите лицо. Вы носите погоны, вы должны... Мы нормальные культуры... Мы должны к вам приходить за помощью, а нам не хочется к вам приходить, понимаете? Потому что от вас помощи нету. Мы вынуждены заниматься вот этой ерундой. Это не наша работа. Это работа Роспотребнадзора, это работа сотрудников полиции. Но вы этим не занимаетесь. Мы не патрульно по столовой службе. Ну, я обобщаю. Ну, понимаете, что, конечно, есть какой-то конкретный человек, который этим должен заниматься. Никто этим не занимается. А мы этим вынуждены заниматься и будем заниматься, потому что мы должны себя защищать сами, самостоятельно. Есть такое право у нас, гражданский кодекс гарантирует. И тут нет такого права. Вот мы этим и пользуемся. А вот эти товарищи, которые злоупотребляют своими правами, то есть правом обращаться в органы правопорядки, они делают заведомо ложные сообщения о том, что мы там что-то порчим и тому подобное. А вы вместо того, чтобы их к этому понуждать, хотя бы, если не понуждать, а поощрять, хоть раз бы наказали. Ну, хоть раз бы наказали. Ну, накажите их за ложный вызов. Есть административная статья такая, я вам открою секрет. За ложный вызов. Мы им передали заявление, на которое вас наступили. Ладно, все. Да я понял уже. Вас никто не доставляет. Смирнов, да еще не хватало, чтобы вы меня доставляли. Это была бы последняя. Мы сейчас будем с вами... Вам? В принципе, не знаю, может, наименование по количеству. Денис, давай сделаем так. Я сейчас все красивенько выложу. Да, мы сразу выложим. Да, я сейчас на паузу ставлю. Денис, давай. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok